Субтитры сделал DimaTorzok Немного о нас, мне 26 лет, образование, информатика, учительная техника, бакалавр После окончания университета и службы в армии пошел работать менеджером по продажам в автосалон, так как мне это нравится и получается Плюс постоянное обучение, командировки, тренинги, да и оплата хорошая для нашего города Настюша, супруге, 23 года, в образовании переводчика, преподавателя, основной французский, дополнительно английский и немецкий языки Во время учебы постоянно ездила на саммиты, универсиады и так далее волонтером-переводчиком Проходила курсы во Франции, в общем любит французский Но после окончания обучения подходящей вакансии не нашлось Поэтому пошла в продажи, в интересную сферу красоты и здоровья А теперь ближе к вопросу Прониклись идеи миграции на 100% благодаря вашим видео? Раньше даже не рассматривали такой вариант развития событий Будем участвовать в Гринкарт-лотерею 2018-го Но понимаем, что рассчитывать только на лотерею нельзя Собственный вопрос Я начал интенсивно изучать английский язык Хочу вернуться в IT Для возможного получения H1B визы Понимаю, что чтобы ее получить Нужно быть высококлассным специалистом И иметь хороший опыт Но реально ли ее получить, если интенсивно изучать программирование в течение года? То есть начинать искать работодателей в конце этого, в начале следующего года Возможно вы знаете, в каком направлении лучше двигаться? Гаранее спасибо за простение и ответ Ой, господи Значит, что получается? Есть люди Так, оба Он и она Работают в продаже Работают с удовольствием У него получается Он самореализуется Значит, ему хорошо Значит, теперь Она, может быть, с большим удовольствием работала бы где-то, где требуется знание языков Но за неимением и гербовой, так сказать Она пишет на простой И тоже получает удовольствие Потому что ей близка тема косметики Там парфюм Там, что там Какая у нее тема Значит, они, в общем-то, живут Я не знаю, чего им так вот иммиграться А, это мы их подбили Это они наш канал смотрели Все морги заполоскали Все, да, забили, значит, все эти полочки там Значит, они хотят иммигрировать Ну, хорошо Но дальше начинается поиск А как иммигрировать, да? Значит, и он говорит Пааааа! Говорит он Да у меня же есть образование По компьютер-сайенс Говорит он Хотя он о нем забыл давно Ему это как-то образование есть Но, как бы, страсти такой у него нет Чего бы мне не вернуться в строй? И при этом он как бы собирается изучать программирование, ну так сказать, подучить снова Видимо, оставаясь при этом в продаже, как-то параллельно И говорит, хватит ли мне года на то, чтобы там так что-то подучить, чтобы уже идти искать работу Хотя на самом деле, если идти по пути рабочей визы, ему нужно было бы найти работу И работать по специальности, вот по этой, и уже там подниматься Никакое изучение чего-то, либо по книжкам, или по видео, или еще как-то Абсолютно ничего ему не дать, это чистый ноль Он должен работать в этой области, на этих языках программирования Желательно на американских проектах, желательно с английским языком, которых у него тоже вроде нет Вот, чтобы так это все Поэтому это путь к эмиграции через рабочую визу Это путь не быстрый Я на самом деле очень надеюсь, что буквально в течение, может быть, пары лет Может быть, раньше у нас изменится в лучшую сторону ситуация с выдачей рабочих виз Вот эта квота, которой катастрофически не хватает, вот эта лотерея унизительная, ерунда Нам, безусловно, стране, Соединенным Штатам нужна хорошая, четко прописанная Индустриально как бы нацеленная на то, чтобы страна расцветала, процветала и так далее Вот нужна хорошая, привлекательная, мощная такая программа с рабочими визами И она на самом деле на подходе Там нет политической воли для того, чтобы это произошло То есть вот лопируют компании технологические Там и Facebook, и Microsoft, и Google и так далее Ну вот там на политическом фронте у них свои там заварухи Я надеюсь, что это разрешится в хорошую сторону Людей не хватает катастрофически Вот сейчас нехватка в IT пишут, что там полмиллиона человек не хватает Понимаете? Значит, ну что делать? В общем, с одной стороны С другой стороны, надо быть хорошим специалистом Если у него душа к этому не лежит, и он хочет пойти в IT Просто потому, что вот потом через это эмигрировать Я даже не уверен, что у него получится Если только у него нету двойной такой симпатии То есть с одной стороны к продажам А с другой стороны, например, к IT тоже Если у него к IT такого драйва особого не наблюдается То, может быть, лучше мы этого и не делаем Я не знаю, честно Что он будет ломать себя через силу что-то такое делать Самое главное, что квалификацию вот так вот Школярскими методами не наберешь Нет, нет, мы не про школярские Я говорю, даже если он работать пошел И проработал несколько лет И, может быть, он чему-то там научился Но если ему это, знаешь, вглом идет И он без радости в жизни и все такое Это, конечно, нехорошо Теперь Это если он эмигрирует через профессию Если он эмигрирует не через профессию А их двое Деток еще нету, правильно? Они оба могут работать Плюс жена худо-бедно, а по-английски как-то объясняется То есть они могли бы прекрасно добраться до США Опять, я не пихаю людей в политическое убежье Я просто говорю, что, например Они могли бы приехать, получить свою эту политику несчастную И он мог бы прекрасно продавать автомобили в США О, да Ребята, если у вас вообще здесь сейл Это кто умеет делать сейл, тот король Это абсолютно точно Поэтому, если у него душа лежит к продажам Боже, но он здесь может все Все дороги открыты Ему для этого не нужно совершенно Кроме того, есть технические продажи То есть тут можно продавать технические всякие вещи Не хочется продавать автомобили Да ради бога Начиная от простого сейлс персона И следующий шаг, наверное, уже менеджер какой-то в дилершипе И выше, еще выше, еще выше Боже мой, люди, которые любят продавать и умеют продавать Здесь зарабатывают абсолютно любые деньги Их ничто не ограничено, кроме способности продать Больше и больше и больше Поэтому, может быть, ему не нужно никакого IT Но они хотят попасть в США Ну, попали в США, а что такого? Пользуйтесь пока хорошей политикой Иммиграционной Да, конечно Мы не знаем, что дальше будет с этим делом Во всяком случае, я бы не связывал это вот так Я бы сказал, что это искусственная связь Я против искусственных каких-то заморочек Которые, опять же, растягиваются на много лет И пока это произойдет, может быть, у них уже детки появятся Может быть, им уже будет не до того, и не там, и не здесь, и не тут И все это куда-то канет в лету и так далее Поэтому, если уже хочешь, делай сейчас и все Тем более, визы дают хорошо Но я не знаю, что мудрить-то Вот, поэтому мы Анвару и его юной супруге Хотя они оба юные, в принципе Вот, передаем привет И желаем им, чтобы у них все хорошо получилось Счастливо! Независимо от того, там, поедут они куда-то, не поедут Просто, чтобы им было хорошо и все Счастливо!